Около 200 реконструкторов из 30 военно-исторических клубов Центральной России, Поволжья и Донского края стали участниками 10-го юбилейного фестиваля «Азовское сидение». Мероприятие прошло на историческом месте у валов Азовской крепости на левом берегу Дона. Именно здесь более трех месяцев с июня по сентябрь 1641 года донские и запорожские казаки защищали от турецкого войска стратегически важную крепость и выход к Азовскому морю. На праздники побывала съемочная группа телестудии «Дон православный». Теплый летний вечер. Публика в ожидании долгожданного события. Русские богатыри скучать гостям праздника не дают. Вот так примерно на русской книге читали. Каждый год десятки тысяч жителей Азова и гостей города приходят сюда в историческое место, чтобы прикоснуться к одной из самых героических страниц истории войска Донского. Приехали посмотреть на праздник, порадоваться за казаков и за край родной. Среди гостей праздника губернатор Ростовской области. По его словам, традиция проведения реконструкции Азовского осадного сидения донских казаков уже история. И эта история должна продолжаться. Это нужно молодому поколению. Это нужно тем, кто сегодня занимается историей, кто живет на Дону, кто приезжает к нам в гости. И в этом смысле Азов хороший пример для организации этой работы, которая всех нас заставляет лучше знать свою историю. Татьяна Курбат одета в костюм турчанки 17 века. Эскизы наряда придумывала сама, опираясь на исторические источники. По словам Татьяны, ее роль в реконструкции несет просветительскую функцию. Для многих интересна именно и такая культура, которая была не очень известна, то есть повседневная. Вот в принципе это повседневный наряд, достаточно состоятельный женщин. Десятый год. Здесь, в историческом месте, собирается более 200 человек из 36 военно-исторических клубов Ростовской области и еще 20 регионов нашей страны. Для того, чтобы почтить подвиг казаков, когда 5000 доблестных воинов сразилась с 200-тысячной армией Османской империи. В юбилейный год организаторы приготовили много нового. Очень много пиротехники, больше 100 закладок. Московская группа профессионалов работает здесь, которая на Мосфильме, везде во всех картинах работает, во всех самых крупных мероприятиях эта группа работает. Сегодня они с нами покажут, так сказать, свое мастерство. Тут и люди будут взлетать, и разрывы, и такие красивые, яркие. И землякомья будут лететь в зрителей, чтобы они... Это безопасно, но они ощутят на себе именно присутствие такое в этом бою. Новшество еще... Больше 250 стрел будет выпущено по казакам. Вот здесь они сложены, вот можно увидеть. Это будет... Практически небо будет застилать стрелами, как оно и было. Действительно, как оно было, смог увидеть каждый. Взрывы, штурм, стрельба из пушек, артиллерия, рукопашные бои. Зрелищный бой захватывает дух сразу нескольких поколений. С каждым годом лучше и лучше. А мы вот, например, уже третий год, третий год, все время по-разному. Так интересно. Тебе нравится? Да. Казаки, как они обороняются. Пожалуй, каждый смог получить незабываемые впечатления и смог прикоснуться к истории. Все с нетерпением будут ждать следующего года. Марьяна Баштовая, Андрей Мазиков, телестудия «Дон православный». Продолжение следует...